Девочка-пай 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 Вот если человек в одежде, на человека смотрю, если он как-то использует эту вещь, то как он ей пользуется? Человек! Вот что, главная вещь! Слушай, как мудро, Ален! Как вот высоко! Смотри, сейчас наши зрители тебя тоже научат мудрости, они у нас в принципе люди умные, поэтому пойдем на девятую студию, ты с ними пообщаешься, тебе надо вот в этом обществе побыть. Так что давай, набирайся ума! Доброго вечера! Да! Начинается девятая студия сегодня, четверг, 9 ноября, девятая студия! Ну все сходится, Алена Милина рядом со мной, друзья! Ефим Зинченко, сегодня будет потрясающий вечер, потому что мы с вами готовы уже провести его классно, готовы подарить вам подарки и подарить вам теплое общение, как и вы, кстати, нам. Все правильно. Итак, Ефим, проверка моих ведущих, которые меняются периодически. Итак, проверочка, давай, где мы общаемся с нашими зрителями? Ну, я эту проверку пройду, Ален. Давай. Вот ты можешь меня так не подлавливать, потому что, друзья, переходим в нашу группу ВКонтакте, Девятка ТВ Киров. Там уже есть пост с этой трансляцией. Друзья, заходим в комментарии, где мы как раз-таки отвечаем, где вы, ну и мы с Аленой тоже сегодня ответим, наверное, этот вопрос на вопрос нашего вечера. Так, хорошо, группу ВКонтакте мы сказали, а вопрос вечера? Вопрос вечера, друзья. Что больше всего вы цените в вещах? Причем это касается как и одежды, так и просто какие-то качества, возможно, вещи. Может быть, цену, может быть, еще что-то. В общем, как вы выбираете, по каким критериям, как вы их цените, по каким критериям вы их не выбрасываете? На самом деле, да. Комментарии, мне кажется, могут быть вот такие. Мы будем только этому рады, друзья. Да, рассказывайте. Если будут какие-то классные истории, то мы вдвойне будем рады это прочитать. Как выбирали, не знаю, пылесос, как выбирали шуму, все что угодно, какие-то критерии. Может быть, был какой-то у вас совместный, не знаю, дома, семейный, как говорится, совет. В общем, пишите, рассказывайте. И за то, что вы будете писать комментарии, а также за то, что вы нам можете позвонить. Вы можете позвонить и за это, или за вашу активность в социальных сетях, мы подарим вам подарки. Ну что, тогда объявлю. Первый из них. Друзья, в моих руках сертификат на ужин. Что может быть приятнее, чем ужин, друзья? Который, кстати, тоже, напишите, может быть, это и есть вещь, которую вы цените. За что? Ну, возможно, и так, друзья. Ну, а также у нас есть еще два билетика. Дело в том, что 18 ноября пройдет трибют певицы Зиверт в исполнении очаровательной певицы нашей Алены Кошкиной. Она к нам уже приходила в эфир, я думаю, что вы все ее помните и знаете. Она будет петь, будет потрясающе. Я так понимаю, что у нее будет шоу, поэтому нужно обязательно прийти, поддержать, послушать. Ну и, конечно же, два билетика сегодня кто-то получит. Возрастное ограничение этого мероприятия 18+. Ну что ж, основные моменты мы рассказали, поэтому прямо сейчас я предлагаю начать девятую студию с нашей рубрики, которая называется «Баблок. Советы бабушки». Смотрим. Ну что, камера у нас? Бонжорно! Опять сейчас будет все позорно, да? Внукова, он камера пойдет, тебе бабушка побьет, да? Нет! Слаборукова ответ, понял меня? Не поверю, пока сама не вижу. Давай, погнали. Шоперы в шоке от тебя, камера у нас! Ё-ка-ра-ка-ка! Что такое началось-то, я не могу понять, а? Ты меня прости, конечно, за тавтологию, но шо ты такой сильно слабый-то, а? Тебя аж пятилетний ребенок вором рестлинг на раз-два уделает. Ну-ка, все, давай, попытка номер два, погнали. Сука, че в гарик пел про бабушку? Камера у нас, покстись ты уже! Ёлки-палки! Ты шо, бицепс в красную книгу занесен, как истязающий вид? Все, последняя попытка тебе, поехали. Ну все, камера у нас потрачена. Пойдем я тебе люля-люля кебабом пропишу. Хай-ухай! С вами снова Виолетта Рудольфовна. Да! Та самая бабушка, которая на празднике много еды готовит, а потом не знает, что с этой едой делать. Ну шо, сыколики, опять у бабки на счету появились норики. Да, не единого рубля у меня на счете. Вот. Именно поэтому, по старой доброй традиции, как говорится, смотри старушкины полезности и спасай бабушку от бедности. Хе-хе-хе. Ну шо, встречай, народ. Бабушкин блог. Много в этой жизни бесит, когда кто-то много весит, когда воды горячей нет, сильно затянутый букет, в холодильнике, когда сгнилась эльхозпродукция, ну и в пачке с таблетками инструкция. Ведь когда пальчику открываешь, всегда ее ты наблюдаешь. И как с того конца открыть, где ее не может быть? Мда, со звездочкой задачка. Здесь поможет староклячка. Здесь секрета нет, поверьте. А коль не верите, проверьте. Срок годности где набит учтиво, там таблеточное учтиво. Открывай другой конец. Чпоньк и бабка молодец. Купил торт, но нет ножа, поможет бабка не визжа. А еще тарелки нет, ну слушай бабушкин совет. Забыла, коль прибор подружка, тут поможет тебе кружка. В тортик чпоньк и можно кушать. Помни, бабку надо сушить. Коль сухой стала салфетка, помогу тебе я, детка. Влажности сейчас добавим, сию оказию исправим. Чтоб всю сухость победить, нужно мицеллярку влить. Влажная вновь стала салфетка, можешь протирать мурлетку. Ну что, с вами была Виолетта Рудольфовна и Лайфхуки. Да, подписывайся на мои социальные сети, ссылочка вот здесь я вот дам. Ставь лукас, жмакай в колокол и самое главное, помни, не смотришь мой видос, как смеешь, ты очень быстро поясеешь, я тебе говорю. Ну что, с вами был Баблок, всего хорошего, пока. Вот каждый раз я смотрю и всегда себе выписываю вот эти вот советики. Применяете, ребята, или нет, пишите нам в группе ВКонтакте Девятка ТВ Киров, если было полезно, потому что бабушка, она всё читает, кому-то отвечает, а если не пишете, то она обижается и говорит, ой, что-то я сегодня не буду делать. Она у нас такая, привередливая, поэтому надо её, как говорится, поддержать. Ну а прямо сейчас у нас менее привередливый наш коллега, это Константин Салтанов на связи. Бабушкин внук, да, тот самый, который приехал от бабушки с очень долгого, у неё времяпрепровождение. Добрый вечер, всем здравствуйте, друзья. Здоровался-то, а? Здравствуйте, да. Константин, какой у нас сегодня, как говорится, тема на повестке дня? Тема на повестке дня у нас, друзья, игрища. Давно у нас их не было, на этой неделе я уже приходил к вам с новостями. А сегодня почему бы не поиграть, ведь четверг, он, знаете, он так немножко настраивает на некие такие уже, знаете, пятничные движения, но это всё будет завтра. Приближаются очередные выходные, да, и почему бы нам немножко не поиграть сегодня, скажем так, небольшой музыкальный квиз опять для вас у меня в руках. Четыре картинки, загаданы четыре песни, да, нужно будет угадать строчку, либо саму песню, как у вас получится, да, назовёте исполнителя ещё лучше, но это уже так опционально. Ну и игра сегодня тематическая, ведь сегодня, друзья мои, день домашнего очага, день домашнего уюта, домашней атмосферы, и все четыре песни каким-то образом будут с этим связаны. Давно, говорит Константин, не было у нас игр, да. Ну что ж, у меня есть в голове сразу же одна песня, посмотрим, будет ли она в этой нашей игре. Вы, кстати, тоже можете присоединиться, 35-14-04, вы набрать эти цифры и поиграть с нами. Ну что ж, давайте начнём. Начинаем тогда, мне уже очень интересно. Да, давайте картиночку номер один на экран. Главнее всего погода в доме, ну и продолжим. А всё другое суета. Ну и давайте, давайте. Есть я и ты, а всё, что кроме, легко уладить с помощью зонта. Да, друзья мои, всё верно. Первая, как и всегда, это у нас такая разминочная песенка, да. Молодцы, можете дать друг другу пять, это Лариса Долина, всё верно. Ну и молодцы, молодцы, да. Ну начали с разминки. А, разминочная была, да? Да, это разминочная такая, да. А, разминочная, всё, я тоже, что-то не могу говорить. Да, такая лёгонькая. Дальше будет веселее, дальше будет чуть сложнее местами, но возможно вы и справитесь. Ну куда же вы денетесь? Давайте картиночку номер два сразу же на экран влетаем. И здесь вот, знаете, нужно, я вам рекомендую вот пойти с конца. Конца. Финиш. Мам, папа, сейчас спортивная семья. Возможно, да. Возможно, это не финиш, возможно, это не окончание чего-то, да, возможно, это что-то другое. Что-то другое? Гонка. Ну, возможно, это нечто противоположное. Может, это шахматы, как шахматная доска? Нет, нет, здесь именно вот имеет значение сам флаг. Что он означает? Перемирие. Нет, перемирие это просто белый флаг, здесь у нас флаг клетчатый, то есть Ефим правильно начал, что он... Но он обозначает финальный круг, может быть. Да, возможно, он обозначает и так, но я бы здесь немножко перевернул, сделал зеркально. Первый круг. Нет, это, ну да, то есть это не окончание, а... Начало. Семья, начало-начал. Кстати, вот последние два слова присутствуют в этой песне, которая сейчас у нас. Вот я вот тоже подумал, что начало-начал как будто бы может быть. Родительский дом, начало-начал. Ну это вот, Константин, это правильно? Ну это близко, близко, да. Близко, да, давайте дальше. Близко, но не то. Близко? Близко, да, ну это да, это та самая песня, Льва Лещенко, да, но если вы продолжите, да, будет еще лучше, да. Ален, ты помнишь? Ну, Льва Лещенко. Родительский дом, начало-начал. И в сердце моем надежный причал. Да, все верно, все верно. Это именно она, это именно Лев Валерьяныч. Давненько мы, кстати, о нем не вспоминали, почему бы и нет, ведь творчество у него замечательное. Третья картиночка может показаться, наверное, очень сложной, но мне она показалась очень простой, когда я ее придумывал. А здесь вот нужно понять, понять, что же означает наше самое главное слово, но дальше все пойдет как по маслу. Это первое слово. Окошки? Нет, это второе, второе слово, да, это как бы окошко, это... Так, а я как будто бы вижу, это вот что такое, это слои земли, слои планеты, что ли, Константин? Да, все верно, да, то есть надо понять, что же это за слово такое. Слои планеты, грунт. Да, по-другому можно его еще назвать. Почва. Еще по-другому, как-то более... В недрах земли. В недрах земли, да. Глаза. Как-то более общо это все назвать, да, более так... Общо. Монументально. Монументально. Да, более монументально это надо назвать. То есть слои земли, но более монументально. Более монументально вот это понятие нужно назвать. Что-то какое-то древо, вот это вот корни. Корни, кстати, корни. Ну, на самом деле вы слово-то нужное уже назвали, я просто так немножко вас запутываю, чтобы вам совсем-то легко не казалось. Слово нужное вы уже назвали. Корни. Которое нам уже пригодится. Корни или нет? Нет, нет, это не... Почва мы называли. Недры. Нет. Земля. Вот, вот. А, вот так более монументально, да, звучит? Да, именно так и звучит более монументально, да. Так, земля. Так. Земля, открой свои окна. Где же она? Где же она? В иллюминаторе. Все верно. Ну и теперь... Так, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. А сын грустит о матери. Неправильно, Ефим, неправильно. Неправильно. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе. И третий раз, земля в иллюминаторе видна. Все верно, да? Эти два замечательных глаза, они означают слово «видна». А сын грустит о матери. В общем, там дальше. Да. По тексту, кто знает, тут молодец. Ну и четвертый вариантик. Опа. Да, четвертая наша картиночка. Это пришло ко мне буквально, буквально в самом конце создания этой игры. Эта песня, как-то знаете, она очень символична. Символична. Очень символична, да. Она рассказывает нам об уюте, об атмосфере. И то, что, например, можно не просто находиться дома, да, а еще что-то можно по-другому... Еще что-то можно по-другому... Я знаю эту песню. Я прям уверен, что я сейчас думаю именно об этой песне. Так, ну-ка, давай, попробуй. Попробую. Попробуй. Так, может быть, «Изгиб гитары желтой»? Ну что ж такое... Нет, песня, конечно, хорошая, но где же там мы поем и вспоминаем о домашнем и семейном уюте? Ну, может быть, как будто «Изгиб гитары желтой»? Иду домой, пою, я дома. Возможно, есть такая композиция где-то у кого-то в закроматке. Причем Алена придумывает их и попадает. Я говорю, возможно, такая песня есть, но это не она, да. Здесь нужно вот обратить внимание на третий элемент вот этой большой нашей картины. Что этот человек делает? Он поет под гитару. Отлично, отлично. А где он это делает? Получается, дома. Так, все верно. Ну, идем с конца, разгадываем этот ребус. Идем с конца. Да. Ну, и на первом-то вот этом, на первой картинке, что человек делает? Идет домой. Отлично, отлично. Ну, вот надо все как-то это соединить. И песня-то очень известная. А песня звучит, когда человек идет домой, или он идет ее петь? Я бы так сказал, небольшая подсказочка, что он это делает после того, как он оказался дома. Я вот, честно говоря, не знаю, наверное, эту песню. Иду домой. Да, все мы ее знаем. Все мы ее знаем. Даже Ефим, несмотря на его довольно молодой возраст, мне кажется, мне не кажется, я уверен, что эту песню знает. Но, по крайней мере, слышал он ее не раз. Не раз слышал. Потому что песня такая, знаете, очень душевная. Временами даже, можно сказать, застольная. Застольная песня. Ее частенько вспоминает. Ну, вот мой возраст ее частенько вспоминает, когда мы с друзьями собираемся вместе. И почему бы не спеть? А вот слова, которые мы с Аленой произносили, и дом, и гитара, и песня, это все есть? Слово «дом» там есть. Вот непосредственно вот само. То есть без склонений, без всего. Вот дом. Дом. Оно в этом предложении, в этой строчке, пожалуй, четвертое пусть будет. Дома пою, соседи слушают, что вы мне сделаете, ребята. Да, возможно, и такая песня где-то есть на нашей эстраде, но мы ее не слышали. Это в моей голове только по какой-то... Эту песню слышали все, и все ее знают. Это такой очень, знаете, мужчина такой в очках был в свое время, да? К сожалению, сейчас он уже не с нами. Довольно трагична была его судьба, вот этого певца. Он пел, скажем так, для определенных, для определенного слушателя. Может быть, Михаил Круг? Возможно, это он. Возможно, это он. Михаил Круг. Там же у него что-то от... Приходите в мой дом, мои двери открыты, и буду песни вам петь. Ну и там дальше различными напитками уже угощать. Это уже опционально, как пойдет. Вот, друзья мои, прекрасно, вот вы справились. Приходите в мой дом, мои двери открыты. Если бы я вам еще дверь тут показал, вы бы сразу... Ну да, так давайте, конечно, да. Вы бы сразу все поняли, а так вот поющий мужчина, почему бы и нет. Песня-то замечательная. Ну что ж, Константин, классная игра. Сегодня было уютно. Можно было как раз вечерком сегодня попеть, кому необходимо. Ну а мы у тебя хотим спросить, вот в вещах, что ты ценишь больше всего? Ну, если посмотреть... Не только в одежде. В вещах, если мы не говорим об одежде, я предпочитаю надежность и качество, потому что... Ну и самое главное еще, знаете, ремонтопригодность, потому что новое покупать не напастешься. Желательно, если это возможно, отремонтировать, чтобы вещь служила дальше. Какая бы вещь это ни была. Ремонтопригодность, запомните, пожалуйста, это слово. Я думаю, что Ефим тоже сегодня, когда вышел на улицы нашего города, не слышал об этом. Кость, спасибо тебе, засчитываем этот вариант. Отправляйся петь песни. Ну а мы прямо сейчас посмотрим, когда ты, Ефим, сегодня выходил на опрос, что же там тебе ответили люди. Друзья, сегодня узнаем у вас, что же больше всего вы цените в вещах. Ну, качество, конечно, долговечность, чтобы она нужна была, не просто так валялась. Практичность. Что вы под этим подразумеваете? Функциональность, чтобы предмет имел красоту, практичность и дешевизну изготовления. Вот всем этим требованиям соответствует ваш головной убор? Совершенно верно. Красота, тепло и при этом не так уж вульгарно, чтобы это сильно выделялось на самом-то деле. Потому что я вижу у многих кировчан такой головной убор. Качество. И все. Ну, мне кажется, еще цена. Новая, чтобы были. Ну, хорошо, вот, например, новые вещи, они какие должны быть? Качественные, как вы считаете? Ну, раз новая, то качественная, что понятно. То есть цените качество? Да. Красоту. Ну, чтобы водно было, красиво. То есть вы цените только красоту? Ну, да. Качество. Обязательно. Ну, практичность. Мне нравятся практичные вещи, но которые не лежат на полке, которые можно использовать. Полезные для меня. Что-то можно ценить. Ценность вещей самое главное. То есть она должна быть любимой, эта вещь. И должна быть ее приятно одевать, снимать, ждать, когда снова оденешь, если мы говорим про одежду. Наверное, удобство эксплуатации. В вещах красота, чистота. Практичность, наверное. Что больше всего вы цените в вещах? Не вещи. Это как? Их внутреннее содержание, зачем они нужны? Их функциональное назначение. А я больше всего ценю в вещах оранжевый цвет, потому что это мой любимый оттенок. Ну, а прямо сейчас мы будем читать ваши комментарии. Вы отвечаете сегодня на вопрос, что вы больше всего цените при выборе вещей. В вещах, так скажем. В вещах, да. В контакте Девятка ТВ Киров. Мы не только про одежду сегодня. Классные подарки. Это и сертификат на ужин, а также два билетика на трибют певицы Зиверт в исполнении Алены Кошкиной. Ну что ж, поехали читать. Поехали, давай тогда я начну. Итак, Максим Гагаринов. Здравствуйте. Полезность, долговечность и удобство пользования. Кстати, принято. Хорошо, прекрасно. Далее. Юлия Слопарова. Добрый вечер. Практичность и удобство. Ребят, а вот расшифровывайте, пожалуйста, что такое для вас практичность, что такое удобство. Может быть, что-то в последнее время вы нашли такое. Вот это удобно. Да, кстати, можно даже прям конкретную вещь, наверное, отметить. Конечно. Какая для вас самая удобная. Итак, Лея Вараксина. В вещах надежность и универсальность. У нас тут Лея Вараксина вещь не должна быть одноразовой. Переносить радость и пользу. Иначе она безделушка, и ее надо выкинуть. Вот теперь у меня интересный вопрос. Не должна быть одноразовой. А что насчет свадебного платья? Застал врасплох. Ну, Ефим, свадебное платье, потом же в нем можно и фотосессии, и детям передать, и перешить, и много еще чего. Ну, хорошо. Все тогда. Тогда понял. Ты лучше послушай, что тебе вот пишет Савкин. Вещи должны быть нежными чувствами к человеку. Ясно? Все, друзья. Все понял. Так вот меня. Ну что, тогда хорошо. Светлана Васенина. Здравствуйте, Алена и Ефим. Здравствуйте. Есть люди-шапоголики. Им всегда надо все новое, модное. А есть консерваторы. Я не то и не другое. Я посередине. Если очень красивая вещь и мне идет в моей яркой цветовой гамме, возьму, конечно. Она, эта вещь, просто смотрит на меня, как говорится. А так, есть много классики у меня. Или просто тех предметов одежды, которые мне очень идут. Я в них чувствую себя уютно и ношу их не первый сезон. Это мы про вещи. Хорошо. А теперь не только про одежду, но еще про нечто другое. То есть, да, как вы еще их выбираете, продолжаете. Этот вариант ответа засчитан. Далее, Нина Драмина. Ценю в вещах ненавязчивость. Вот, кстати, чтобы вещи создавали настроение, только прекрасное. Вот, кстати, даже элементарно кружки, вот, например, которые мы с утра, например, кофе наливаете, или вечером, они тоже важны, чтобы создавали настроение. Вот я согласна с этим. То есть, когда ты видишь, видишь, что это прекрасно, видишь, что это тебе настроение. Слушайте, прям в точку попало, получается, Нина Драмина. Получается. Круто. Итак, продолжаем. Светлана Васенина продолжает. Самое интересное, что знакомым кажется, что я дорого одеваюсь. Хотя это не так. Просто умею подбирать вещи к лицу, и в сочетании цена-качество. И качество не страдает, и цена хорошая. Вот, молодцы. Наверняка, Светлана, вы смотрели из шоперов. Наверняка, вы смотрите, давай оденемся. Вот дайте-ка, я догадаюсь. А может быть, там уже скоро экспертом будете. Топроцентно, мне кажется. Таиса Торпова, добрый-добрый. Поете? Отлично. А о вещах. Первое. Качество, комфорт, красота. Долго могу перечислять. Очень люблю классные вещи. Опа. И вот так, да. Итак, продолжаем. Максим Одношивкин. Любовь к вещам, удобство, функциональность по погоде. По погоде главней всего. Как раз мы хорошо поем, Алена. Мы сегодня, эта песня будет нашим лейт-мотивом, так скажем. Ну что ж, Савкин нам пишет. Мы готовы дарить людям вещи, если их не будут выкидывать. Вот так. Так, а у вас есть какие-то, видимо, может быть, вещи, которые вы уже не пользуетесь, или вы готовы какие-то новые, или как, куда идти, куда бежать. Многие сейчас захотят. Правильно? Ну, конечно. Все правильно, Ален. Светлана Васенина продолжает. Хочу поведать вам о жутком консерваторе Михаиле Боярском. Всю жизнь он в черном костюме и черной шляпе. Терпеть не может лишних вещей. Очень любит дома ходить в старой одежде. Пам-пам. Хорошо, продолжаем дальше. Вот нам пишет Савкин. У меня самая дорогая вещь – это книга от лучших вожатых. Ух ты. И вот знаешь, кстати, вещи, которые подарены. Вот мы сейчас говорим, вот качество, вот удобство, вот практичность. Если вам подарил вещь какой-то хороший человек, важный для вас, спорим, вы вообще забудете вам вот эту вещь, просто потому что как подарок будет цена. Все правильно. А причем, если вещь еще сделана своими руками, ну, мне кажется, это прям главнее всего. Главнее всего. Погода в доме. Итак, Таис Сторопова, шоппинг – это мое, там аж прям так много-много-много. Я люблю находить эксклюзивные, интересные и качественные вещи. Тема сегодня прям, ну, очень интересная. Спасибо. И Таис Сторопова спрашивает, а где сегодня Максим? Естественно, я спросить в его очень стильном черном пиджаке. А вот он сегодня нам ничего не сказал. Да, просто предупредил меня одним предложением. Надел пиджак и ушел, как говорится, в рассвет. Нет, ну, я сегодня, ну, разве отстаю от Максима-то? Ну, все-таки белая рубашка. В общем, Максима сегодня есть важные дела, о которых он вам обязательно завтра расскажет в черном вот этом пиджаке. Отлично. Продолжаем. Елизавета Бушмелева. Либо важны, либо нет. Вот так вот Елизавета написала очень кратко. Два стиха в тему и прикреплены стихотворения. Да, вот тут, кстати, есть. Можете зайти прочитать. И еще Станна Васенина. Пылесборники не люблю. Пылесборники, понятно? Вот эти вот вещи все ненужные. Только очень красивые и эксклюзивные. Например, позолоченная маленькая киска для колец. Вот так вот, ребята. У кого нет маленькой позолоченной киски для колец? Так быстро. Действительно эксклюзивная получается. Есть деревце для ожерель, есть старинная шкатулка. О, вот я смотрю, что вы. У вас много, видимо, каких-то украшений. И вы их то на деревце, то на вот эту киску, то еще куда-то, собственно говоря, в старинную шкатулку. Замечательно, слушайте. Продолжаем. Таис Торпова. Любимая вещь должна быть прямо в самое сердечко и будет вам счастье. Петр Заболотников. Я ценю их качественность применения. Расскажите еще какую-нибудь историю, это будет здорово. Так, Савкин продолжает. Ценим в вещах долговечность. Отлично. Стана Васильевна, кружки есть тоже оригинальное фото, к сожалению, нет. Одна кружка из двух соединенных. Ух ты. Вот, кстати, про кружки начала рассказывать. Сразу вы вспомнили, что у вас вот такие есть классные вещи. Итак, Елена Владимировна, добрый вечер. Больше всего ценю в вещах их простоту, лаконичность и хорошее качество. Вот, кстати, да, вот когда простая вещь, на ней ничего вот лишнего нет. Лаконичный дизайн, я тоже вот это обожаю, всегда этот цен. Вот, классно. Порой все-таки может, знаете, вот войти в дизайн вот пестрость. Ну, вот фиска для колец. Вот это уже чуть-чуть непростовато. Это уже да. Таиса Торпова, ну вот что ж поделать. Мы все программу про моду с Аленой смотрим. Очень интересно и познавательно. Спасибо. Ну, все, благодарим вас. Я вот не зря, видите, работаю. Мне приятно. Не зря старается, Алена. Да, конечно. Ну, еще нам пишет Савкин. Ведущая, вы классная. Спасибо большое за вечер. Я надеюсь, что вы с нами не прощаетесь. Я надеюсь, что вы готовы уже, собственно говоря, не только писать ответы в комментарии на вопрос нашего вечера, но еще и задавать вопросы для нашего гостя. Я думаю, что прямо буквально через пару мгновений обязательно появятся в этой студии, а вы пока начинайте писать их там же в группе ВКонтакте. Мы их обязательно скоро озвучим. Ну что ж, прямо сейчас будем знакомиться с нашим гостем. Дамы и господа, встречайте. Сегодня в гостях у девятой студии предприниматель, инвестор, основатель и совладелец нескольких компаний, создатель проекта MBC и автор подкастов «Тысяча и одна мысль предпринимателя» Никита Пистов. И сегодня вы можете задать абсолютно любой вопрос нашему гостю. А вот и он, Никита, уже в нашей студии. Доброго вечера, Никита. Здравствуйте, добрый вечер. Все отлично. Немножко волнуюсь. Серьезно? Слушай, ну я-то думала, ты перед камерами, перед людьми же выступаешь. Ну какое волнение? Ты что, расслабься? Я не знаю, у меня через выступление, я вот за эти два месяца выступил, наверное, на 15 конференциях. И иногда выхожу, и все хорошо идет. А иногда выхожу просто, думаю, как бы этот, спрятаться куда-нибудь, убежать. Вот так что-то, как-то так. На конференции, ты понимаешь, что по предпринимательским, да, вот этим делам, верно? Да. То есть перед предпринимателями. Как предприниматель. Да, верно. Слушай, а вот многие предприниматели как раз, они там уходят вот в эти бизнес-процессы, и не все как бы начинают там обучаться, и тем более обучать. Вот расскажи, как ты к этому пришел? Ну, не сказать бы, что мы обучаем. Просвещаете же. Ну, просвещаем, наверное, да. Пришел к этому так, то, что сам раньше ездил по конференциям, по всем. Вообще очень много обучения прошел разных. И когда-то я сидел, я помню, этим летом, у Павла Гительмана, там было тысяч пять, наверное, человек, в Крокус-Сити-Холл. И такой думаю, блин, а почему мы бы такое не сделаем, ну, такую конференцию. Вот, и мы организовали конференцию в Москве, там человек 700-800 мы пригласили. Сделали конференцию, я не живу по инвестициям. И так пошло-поехало, что мы сейчас 23-го числа еще тоже на тысячу делаем в Москве. И в Кирове тоже решили сделать вообще это самая спонтанная идея, которая могла прийти мне в голову. Но я подумал, почему бы, если мы в Москве делаем, не сделать такую конференцию в Кирове. Потому что многие ребята, предприниматели из Кирова не могут приехать в Москву. У них нет времени, они там в операционке, где-то еще. Но здесь пять минутный таксист к любой точке города может доехать и послушать. Так, давай как раз про это мероприятие и расскажем. Чем оно будет отличаться вообще от всех остальных? Я так понимаю, что там очень сильный как раз состав спикеров. Да, там несколько человек, как минимум три построили миллиардные компании. Миллиардные? Нет, друзья. Один человек построил компанию 100 миллионов долларов в Англии. Артур Шамалов, мой наставник. Это спикеры, которых я пригласил. В общем, если так вот рассказать, мы в кофейне сидели, я говорю, давайте конференцию сделаем. Я говорю, а кого мы позовем? Я говорю, ну давайте кировских ребят позовем обязательно, чтобы их не обидеть. Вот. И, ну, я имею в виду, что им тоже есть чем поделиться. И позовем тех ребят, кто со мной в мастер-майде. У нас мастер-майд есть в Москве, мы проводим там уже где-то 30-40 предпринимателей. Вот. И все эти ребята, кто приедут, это участники этого мастер-майда, где мы вместе там идем к целям, движемся вперед и так далее. Вот. И чем это будет отличаться? Я просто часто езжу в Москву и в Киров тоже на конференции хожу. Вот. Не на все, конечно. И на форумы. Но вот мне нравится Вин-Вин форум классный у нас проходит. Наташа Поздушева делает тоже очень, ну, такой, ну, то есть я думаю, что в Кирове это номер один, да, форум на самом деле. Вот. По другим конференциям что могу отметить? Чем наши будут отличаться? Я увидел, что в Киров зовут часто бизнес-тренеров, там, спикеров. Ну, то есть это люди, которые учат бизнесу, да, то есть которые там какими-то навыками, там, маркетингу, еще что-то. Но мало везут предпринимателей. То есть ребята, которые сейчас находятся внутри бизнеса, строят компанию, находятся там в операционке, ищут инвестиции. Вот таких предпринимателей мало приезжают в Киров. Вот. И я по счастливой случайности, мне повезло с ними быть знакомым. Вот, например, один из спикеров, Ильнас, да, который набил у нас бот. У него самая большая сеть в России парикмахерских, а в мире она на шестом месте. Саша Долгов самая большая в России сеть фастфуда. То есть больше, чем Макдональдс, больше, чем все остальные. Вот. Сережа Дегтярев, вот, все, что вы заказываете на Авито, это его история, эти вот пункты выдачи. Это у них логистическая компания, они организовали все, там, тысячу пунктов выдачи по всей стране нашей. То есть это ребята, которые строят бизнес, твердый бизнес, не инфобизнес, да, которые строят бизнес на земле, там, ну, есть и онлайн. Вот, тоже выделю. Ребята сейчас, не, все, часто ребята говорю. Часто сейчас говорят искусственный интеллект, веб 3.0. Мы привезли, наверное, самый интересный кейс сюда, Олег Лупиков. Это компания стартап, Майя. Это искусственный интеллект, который сейчас по всей России уже начинает распространяться. То есть это нейроробот, который может тебе позвонить, с тобой поговорить, тебе написать сам лично, там, в WhatsApp, в Телеграме. И у него уже, там, в Мексике клиенты, это фаундеры Тинькофф, ну, тоже банк, да, то есть в Англии клиенты, в России куча клиентов. Вот позавчера с МТС, например, был, ну, подписали на пилот, то есть МТС компания, знаете. Вот, и, в общем, если говорить о том, привезли только практиков. Вот это, наверное, самое большое отличие ребят, кто строит бизнес. Так, и я так понимаю, что это больше всего будет мероприятием для инвесторов, для предпринимателей, или может обычный человек прийти, чтобы зарядиться вот этим успехом? На самом деле, я считаю, что это мероприятие для всех, и для людей, кто работает там в найме, и для предпринимателей, и для стартаперов, и для молодых, да, людей. Потому что я раньше, когда мне было 20 лет, например, мы там на 2000 рублей в месяц жили, я мечтал просто познакомиться с теми людьми, эти спикеры, они еще и медийные, да, то есть у них там YouTube-канал и все такое. Я мечтал с ними рядом постоять. Вот, а когда они вживую рассказывают, и у нас конференция такого формата, это не то, что там, как вот в Москве, да, большая сцена, высокая, спикер вышел, рассказал 20 минут и ушел, и все. Ну, то есть пару вопросов ответил. У нас спикеры останутся в зале, и каждый из зрителей, участников, гостей конференции сможет с ними пообщаться. Вот, и... Что я говорил? Ты говорил о том, что эти люди простые, с ними можно сфотографироваться, взять их энергию. Взять их энергию, зарядиться, получить реально совет. То есть многие вопросы люди не приходят с запросом, да, то есть вот если вы придете на конференцию, обязательно придите с запросом каким-то. Вот я сейчас не хожу никуда, если у меня нет запроса. И вот еще один момент, все эти ребята, никто из них не из какой-то богатой семьи. Вот Саша Долгов, я сейчас его книгу читаю, уже там 70% прочитал, он вообще был банкрот. То есть он в 21-м году еще, в 20-м году, у него был минус на 15 миллионов рублей. А сейчас у него самая большая, ну, то есть вот эта сеть, да. То есть эти ребята переживали ямы, переживали кризисы, переживали там вот эти всякие там непонятные сейчас моменты, коронавирусы там и так далее, и строили свой бизнес. И как бы это, наверное, даст мотивацию в первую очередь. Ну и для предпринимателей, конечно же, это даст возможность получить какой-то очень ценный совет. Потому что, наверное, со сцены не все будет сказано, но лично вот так вот подойти и спросить, любой вопрос они ответят искренне, потому что я их лично знаю всех. Я вчера с Сашей полтора часа общался, получил, у меня жизнь опять вот так вот перевернулась, грубо говоря. Вот, так что как-то так. Ну и для инвесторов, так как мы занимаемся инвестицией уже три года, мы, многие компании в Кирове, мы привлекали инвестиции в Россию, да, сейчас привлекаем. Для инвесторов, наверное, это будет интересно с точки зрения получения каких-то новых знаний, стратегии инвестирования и так далее. Класс. А давай еще напомним, какого числа? 16 ноября, Гауди Холл. Все, друзья, вы запомнили, куда нужно идти. У нас такие гости бывают нечасто, которые действительно и обучаются, и сами много чего могут дать, и у них огромный опыт. Поэтому давайте сегодня задавайте вопросы для Никиты, группы ВКонтакте, Девятка ТВ Киров. Ну, а пока прервемся для того, чтобы посмотреть, друзья, как же сделать чизкейк. Кстати, ты бы в чизкейчную какую-нибудь инвестировал десерты по всему миру. Нормальная тема или нет? Можно, да, конечно. Вот сейчас посмотрим. Чизкейк. Десерт, известный на весь мир за счет своего нежного и сливочного вкуса. Сегодня я узнаю историю этого блюда, пойму, при чем же здесь сыр, и, конечно, сделаю чизкейк своими руками. И поможет мне в этом Евгения Счастливцева. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте, Ефим. Друзья, добрый вечер. Сейчас я вам покажу, какие ингредиенты нам потребуются для нашего чизкейка. Нам потребуются печенье, масло, творожный сыр, сахар, сливки и пару яиц. Раз уж все готово, уже все ингредиенты на столе, мы с вами в фартуках, вы в красивом, я уже по классике, в большом пакете маечка. Можем начинать. Что первое, с чего все это начинается? Начинаем приготовление чизкейка с сосновой. Для этого нам потребуется печенье и масло, которое мы должны объединить. Консистенция получилась даже круче, чем вчера у меня. Поздравляю. Друзья, ну я, видимо, все-таки прирожденный повар. Скажите, если такая консистенция получается, могу я сделать такой вывод? Конечно. Ну все. Сейчас мы формируем наш корж. Для этого нам потребуется любое пекарское кольцо, либо любая форма, которая есть у вас на кухне. Также формировщик для салата. Он нам отлично подойдет. Пергамент, либо фольга. И собираем наш корж. Ефим, сейчас у вас самая важная задача. Вам нужно уплотнить наш корж, чтобы он у нас не развалился. Евгения, расскажите нам, пожалуйста, вот вообще чизкейк, он откуда взялся, вот как он пришел в наш мир вообще? Насколько я знаю, он появился в Древней Греции. Его использовали в качестве допинга, готовили его в виде пирога и подавали его участникам Олимпийских игр. Допинга? Чизкейк? Да, в нем очень много белка, поэтому считается это даже протеиновое блюдо. Ефим, вы его отлично утрамбовали, он у нас при нажатии нисколько не разламывается. А это признак хороший? Это очень важный элемент. Друзья, это элемент не только хорошей чизкейка, но и мой. Отправляем запекаться на 5 минут при температуре 205 градусов. Сейчас мы достаем нашу основу под чизкейк и будем готовить крем. Для этого нам нужно остудить его, чтобы основа не сварилась. Сейчас мы с вами смешиваем творожный сыр вместе с сахаром, после чего мы добавляем яйца и в самом конце добавим сливки. Сейчас мы постепенно добавляем по одному яйцу и объединяем ингредиенты. Важно не перевзбить, поэтому мы будем работать медленно венчиком. Евгения, расскажите нам, пожалуйста, вот чизкейк, да, вот он называется чизкейк от слова «чиз», то есть сыр. Всегда ли там был творожный сыр, который мы добавляем сейчас? И как сыр связан с этим блюдом? Изначально готовился на французском сыре чизкейк, но, насколько мы знаем, до совершенства чисто случайно его довел Уильям Лоуренс в 1872 году. Это американский молочник. И данный сыр, крем-чиз, мы сейчас используем в наших чизкейках. Можно постучать по форме лопаткой, либо противень от поверхности, чтобы выбить лишние пузырьки воздуха. Отправляем наш чизкейк на стабилизацию на 10 минут при температуре 200 градусов. Сейчас мы температуру отпускаем до 110 градусов и оставляем томиться наш чизкейк еще на целый час. После чего достаем и остужаем при комнатной температуре. И наш чизкейк готов к употреблению. Ну что, Евгения, наш чизкейк уже подостыл, нам осталось его только украсить. Украшать мы с вами его будем свежими ягодами. Получилось просто потрясающе вкусно. Ну, конечно, вы же приготовили его сами. Друзья, готовьте чизкейки и всем прекрасного вечера. Ну что, друзья, мы сегодня говорим про мощную конференцию, как такого в Кирове, мне кажется, что еще точно не было. У нас в гостях Никита Пестов, который как раз рассказывает о том, что это для предпринимателей, для инвесторов, для тех людей, которые хотят пообщаться с людьми, которые зарабатывают миллиарды, друзья, которые падали и поднимались. В общем, большое мероприятие. Ваши вопросы, группа ВКонтакте, Девятый Токиров. Никита обещал, что по-честному будет отвечать. Все, мы взяли с него слово. Мы взяли с этого слова, действительно. Ну если что, так ноги скричу. Нет. Шучу, шучу. Мы следим за пальцами и ногами. Все, все, все. Итак, ну что ж, вопросик вот такой вот. Петр Заболотников спрашивает, с чего посоветуете начать школьнику в сфере предпринимательства? В сфере школьнику? Да. Школьнику надо учиться. Ну, то есть не просто учиться в школу ходить, а какие-то навыки развивать. То есть развивать коммуникативные навыки, в первую очередь. Потому что, ну, то есть общаться с людьми уметь, уметь договариваться, уметь создавать договоренности. Ну, какие-то дела. У меня, кстати, вот есть, я не хотел говорить наставничество, у меня там ребята, 19 лет, из Кирова, ребята, зарабатывают миллион-полтора в месяц. Ну, то есть недавно были школьниками и начинали со школьных годов. Вот, Денис, привет. Вот, там, они начали там перепродавать одежду, что-то еще там делать. Ну, какие-то вот, то, что заняться каким-то микробизнесом, сейчас же можно, типа, это делать как самозанятые. Вот, но самое главное, если вы хотите чего-то достичь, реально, ну, большого, да, важно развивать какие-то твердые навыки, твердые скиллы в себе. То есть не просто там читать книжки или еще что-то еще, а именно, как бы, понять, я хочу научиться разговаривать, я хочу научиться, там, понимать бизнес, да, то есть, как бы, вот. Первое, это учиться, второе, это окружение, это стремиться общаться, там, с предпринимателем, например, если он бизнес хочет сделать какой-то, с успешными предпринимателями. И интернет сейчас есть, до любого человека может дотянуться, вообще, не только в Кире, а в России и в мире, он там, Илон Маску у нас там пишет, да, из России, что-то было такое. Вот, поэтому, наверное, так, а если хочет денег заработать, ну, наверное, все хотят денег, да, заработать, чтобы, там, какие-то там потребности. Какое-то небольшое действие, на авито перепродавать что-то, например, вот, я не знаю, ну, у каждого, как бы, это свое, вот, но можно, можно сделать, вот, как бы, можно поработать где-то. В интересные компании. Самое главное, если вы, там, школьники, планируете куда-то где-то поработать, поработайте там, где интересно, вот, самое главное, где вам прямо хочется, ну, то есть, на кого, или у того предпринимателя, на кого вам хочется быть похожим. Вот это тоже поможет. Кофе носить просто, да? Да, да, на самом деле, я так же, вот, недавно сделал, у меня Артур Шамалов, наставник, я говорю, Артур, он, у него мастер-майн был, я говорю, я хочу к тебе, там, он был бесплатный, но он выбирал, там, из, там, трехсот человек, шесть. Я говорю, я хочу, что буду делать, скажи, вот, просто буду рядом с тобой стоять, только возьми меня, пожалуйста, умоляю, вот, как бы, взял, и у меня там жизнь поменялась тоже несколько раз. Я так на девятку и попал. Да. Понятно. Так, следующий вопрос, Тейс Торповой. Каким нужно быть человеком, чтобы в тебя инвестировали миллионы долларов? Миллионы долларов. Ну, не знаю, в человека инвестировать миллионы долларов, ну, вообще, инвестируют, конечно же, в человека, но изначально нужно какой-то проект, да, потому что просто так сказать, дайте мне миллион долларов, я что-то сделаю, так не произойдет. Изначально нужно какой-то бизнес, да, придумать модель, там, стартап, а каким человеком есть определенные принципы базовые, даже вот Михаил Фридман, да, говорил в своих интервью, что нету ничего какого-то сверхъестественного, есть всем заповедей, да, условно, там, и по ним надо жить. Надо само быть, главное, честным, да, то есть человеком, потому что многие люди сейчас привлекают там инвестиции или что-то, делая бизнес, они там, да, не то, что там кто-то приукрашивает, а кто-то вовсе обманывает, а сейчас это все очень прозрачное, видное и распространяется большой скоростью. Честным, открытым, проявленным, гиперактивным, если вот многие люди не могут обнаружить в себе талант, да, какой-то, то есть, типа, я просто человек, будьте просто активными, делайте много действий, кучу-кучу действий. Я, когда искал деньги на свой проект, у меня было там, ну, полмиллиона долларов, да, то есть на вот площадку, я 100, 200, 300 встреч провел, каждую неделю я летал, мне 100, больше, там, 150 лет летов, да, за год, в Москву туда-сюда, короче, просто я думал, так, я, в целом, обычно парень из Кирова с акцентами, еще там все говорят, вы откуда с Урала, вот, я просто делал кучу действий, кучу-кучу действий и кучу отказов получал, вот, поэтому нужно, если, ну, нужно быть активным, вот, наверное, такой ответ. Расскажи вот эту историю, когда ты пришел, вот, у тебя же были отказы, вот скажи самый провальный. Их было очень много, я не знаю, я не могу вспомнить, когда мне, ну, люди инвестировали, но часто вспоминаю провальные, да, то есть такие истории, но уже с такой радостью, и, конечно же, когда ты в моменте находишься, когда тебе говорят, нет, это вообще там давление скачет, ты такой думаешь, я сюда прилетел, приехал на поезде, там, на самолете прилетел, и ты мне сказал, нет, да у меня же там идея. Вот, был прикол с Оскаром Хартманом, я не знаю, много тут, понимаете, смотрите или нет, Оскар Хартман публично мне отказал, вот, сейчас у нас есть возможность с ним пообщаться, потому что мой наставник там с ним, друзья, да, вот, но тогда он меня не знал. Я, возможно, неправильно сделал там питч, питч это речь, да, какая-то? Ну, питч это, как бы, презентация проекта, да, пообщался с ним там в Инстаграме, по почте. Инстаграм запрещенная социальная сеть. А, да, 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 извините, пожалуйста. Так, продолжай. Вот, и потом, я говорю, я тебе, он там что-то отвечал, потом мне стал отвечать, я думаю, я тебя выловлю, и начал покупать билеты, VIP-билеты там по 50 тысяч, по 100 тысяч на все конференции, где он был. И, короче, на конференции публично он сказал, нет, и, короче, при всех, да, там, я не знаю, сколько сотен человек было, я реально заревел, я в туалете себя ревел, такой, думаю, блин, ну, потом, это просто как бы, не то, что я там, ну, себя жалел, это просто были эмоции, то, что я там, ну, я себе создал иллюзию. И вот после этого я сейчас благодарюсь за то, что это дало мне сознание того, что не нужно создавать иллюзии. То есть, если вы там привлекаете инвестиции, не нужно за одним человеком бегать, их сотни, на самом деле, кто может стать вашим инвестором, просто многие люди пытаются прикрепиться к какой-то медийности человека, к его образу, на самом деле образы, это не всегда правда. Но, друзья, вы тоже можете сделать, как Никита, и, возможно, вам скажут да, потому что были у тебя и такие варианты, да, вы тоже можете прийти на конференцию, как раз там будут все VIP-ы, они будут в зале, вы к ним подходите, фотографируйтесь. Там ребята, кстати, да, которые, они инвестируют достаточно много, и у кого реально стоит задача получить деньги, например. Во-первых, они могут прийти к нам на конференцию, мы много в кировские проекты инвестировали, вот, например, Базлс, да, мы сделали совместный проект, вот в Сыктывкаре ресторан открыли, например, ну, не знаю, там, вот, Риалти Групп, ну, то есть разные организации кировские. Вот, поэтому, кому нужны реально деньги на развитие, или он думает, что, может быть, ему нужны деньги, вы приходите на конференцию, мы там с вами пообщаемся, у нас там будут стойки, там будет презентация проектов, вы хотя бы получите знание, как проект свой презентовать, и можно рассмотреть ваш проект там на предмет инвестирования туда. Все, друзья, вы поняли, куда нужно идти, прямо сейчас у нас будет рецепт для вас ужина, сразу после вернемся и будем подводить итоги, дарить кому-то подарки. Дорогие друзья, всем добрый вечер, меня зовут Артем Старшинин, и сегодня на ужин мы с вами будем готовить гречечную лапшу с морепродуктами и овощами. Для этого нам понадобится лапша, соба, морепродукты, свежая морковь, грибы, шампиньоны и брокколи. Первым делом мы нарезаем морковь. Пококку нарезаем соломкой, тоненькой соломкой. Обжариваем на оливковом масле, добавляем немного чеснока. Далее мы обжариваем грибы, шампиньоны. Обжариваем буквально пару минут. Потом добавляем морепродукты. Морепродукты вы можете использовать разными, в зависимости от вашего предпочтения. Вы можете использовать как коктейль на сорте из морепродуктов, так отдельно морепродукты, те, которые вам нравятся. Далее мы обжариваем брокколи. Обжариваем буквально 3 минуты, добавляем соевый соус. Предварительно мы отварили нашу пасту. Варим буквально 3 минуты в подсоленной воде, добавляем немного оливкового масла. Выкладываем пасту в наши морепродукты. Доводим до вкуса и затягиваем медом. Можно подавать. Украшаем зеленым луком, посыпаем кунжутом веточку кинзы. Друзья, вот и мы с вами приготовили лапшу с оба с морепродуктами. С грибами и брокколи. Очень хорошо подходит на ужин. Можете приготовить, удивить ваших друзей, близких. Вам желаю приятного аппетита. Всего самого доброго. С вами был Артем Сашинин. Увидимся. Пока. Друзья, есть еще один вопрос. И вот сколько Никита планирует заработать на этом мероприятии? Итак, Никита, час икс. Ну, пару миллионов, я думаю, на вас я заработаю. Шутка. На самом деле, если по-честному быть, то нисколько. Потому что все конференции, я не знаю, вот, если большие конференции на тысячу человек, то там, наверное, есть заработок. На маленькие конференции там большой кост. То есть, условно, на организацию. У нас же там поесть, площадку снять, это сделать, рекламу разместить. На этом мероприятии нисколько. На прошлом я заработал минус полтора миллиона мероприятий. На этом, я думаю, что будет ноль. Это дай бог, да. Поэтому суть мероприятий... Ты это делаешь не для заработка. Скажи, для чего? Ну, у нас же компания, у нас бренд. И я думал, будет интересно, если бренд развить в регионе. Да, чтобы люди, предприниматели кировские, из Кирова, из нашей области, к нам обращались. Потому что многие не знают вообще, кто это такой, да, условно, или кто наша компания. Вот. Чтобы они узнали, чтобы они узнали друг друга, да, то есть нетворкинг. Ну, и в целом, моя ключевая идея фикс, которая у меня была в голове, это привезти вот этих ребят сюда. Потому что это будет другой уровень, я честно говорю. То есть просто они придут и узнают. И вот если кому-то не понравится, я деньги верну, сто процентов. Ух ты. Вот так, друзья. Нет, я точно знаю, потому что я знаком с каждым, я видел выступление каждого. Там ребята взорвут зал, сто процентов. Все, давай еще число. Число. Еще раз напомню. Я думаю, я родился. Нет. 16 ноября Гауди Холл в 12.00 во всех билетах, ой, во всех кассах билеты продаются. Кирова на сайте еще продаются. Да, друзья. Ну, я думаю, что вы найдете в любом случае. А, и промокод. Кстати, всем зрителям Девятка ТВ, еще такого не было, эксклюзив, промокод на 35% скидка. У нас было 15, всем промокод на 35% от меня. Какой промокод-то? Н, как Никита, пестов, пестов. Давай мы обязательно это закрепим в сообщениях, у нас напишем, чтобы все сразу же видели. Поэтому, друзья, вот еще и вам. Это для всех сейчас был подарок, реально классный. Спасибо большое тебе за это. А прямо сейчас подарки для наших активных телезрителей. Во-первых, друзья, у нас есть сертификат на ужин, и его сегодня получает Максим Одношивкин. Поздравляем тебя. А также Никита сегодня выбрал вопрос, и у нас два билетика на концерт получает Таиса Торопова. Она отправляется, трибьют певицы Зиверт, но я думаю, что Таис Торопова обязательно еще и зайдет на твое мероприятие, потому что, ну, как бы сначала на твое, потом вот на это. Как пропустить такое, действительно. И школьник пусть мне напишет, который там задавал вопрос, я ему билет подарю. Пусть начинает. Вот это да. Вот это да. Вот это да сегодня. Если он школьник, а если там такой взрослый дядя, то как начать школьник? Нет, это наш зритель, он действительно активный школьник. Я думаю, что ему это будет очень полезно, и он тебе большое-большое спасибо скажет. Все, друзья, Никита сегодня просто как Дедушка Мороз пришел, всем подарил подарки. Всех подарил, да. Пусть так и будет. Пусть удача будет всегда на твоей стороне, ну и, конечно же, ждем миллиардеров в наш город. Благодарю вас. Спасибо. Замечательно. Что ж, друзья, девятая студия заканчивается. Всем хорошего вечера. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok